Эту пару, несмотря на летние каникулы, прогулять было просто нельзя. Жорес Алферов, Нобелевский лауреат, академик РАН, почетный доктор СГАУ, прочитал студентам и преподавателям лекцию о научно-техническом прогрессе второй половины 20 века. Алена Платова подробнее. Здесь в буквальном смысле яблоку негде упасть. При этом лекцию транслирует по всему университету. Самарский Аракос в числе пяти вузов страны, где Нобелевский лауреат ее уже прочитал. Я уже получил целые комментарии на эту лекцию, в том числе и такого сорда, что вот старичок уже, значит, там за 80, все вспоминает советскую власть, советский период. Я на эти комментарии сразу хочу сказать, что дай вам Бог, в вашем относительно молодом возрасте, иметь мою энергетику, когда я за 80. Во-вторых... О том, что физику нельзя делить на теорию и практику, об атомной энергетике, о варикосмических технологиях слушают не только студенты, но и абитуриенты. Причем не только СГАУ, но и других вузов. Я думаю, это событие останется на всю жизнь. Вот я вспоминаю свою первую встречу с Николаем Дмитриевичем Кузнецовым, когда я учился на третьем курсе. И он нам так же, как и сегодня Жарис Иванович Алферов, рассказывал про науку, про технику, про будущее авиации, космонавтики. И это осталось вот на всю жизнь. Вот эта лекция стоит перед глазами. С привычной энергетикой и пылкостью Жарис Алферов отстаивает свой взгляд на науку. Говорит то, что думает, о законопроекте реформирования РАН, о практике федеральных университетов, об утечке мозгов. Все, что думает, разложил по полочкам еще в открытом письме президенту страны. Чтобы наука была востребована государством, экономикой, обществом. Чтобы вообще говоря, задавались не формальными какими-то проектами, то, что мы делаем. Говоря при этом все как в цивилизованных странах, только в цивилизованных странах иначе. А занимались реальными проектами, новыми. Дискуссия и о месте ученого. Сегодня молодой ученый должен не только стремиться к открытиям, но и уметь управлять. Некоторые эксперты говорят, что того требуют сегодняшние реалии. Даже термин придуман. Инновационный менеджер. Уже Резал Ферва на этот счет несколько другое мнение. Институт не готовит менеджеров. Промакадемия, выпуская инженеров-организаторов, слушателей туда набирала из директоров и начальников цехов, которые уже стали руководителями, и давала им технологические знания. Менеджеры растут реально на производстве, в науке. У самого Жары Салферова перед глазами часто книга, которую он прочитал еще 10-летним мальчиком. Два капитана, Вениамина Каверина. О том, как бороться и искать, найти и не сдаваться, смотрите в полной версии интервью Жары Салферова в итоговой программе «Точки над И». В это воскресенье в 19.00. Алена Платова, Вячеслав Потоцкий, Дмитрий Алатарцев, Новости губернии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова